Внимание! Я ни в коем случае не призываю читать и тем более распространять эти книги. Это видео не является рекламой или пропагандой, а лишь моим субъективным опытом и мнением. Литература всегда находилась под пристальным вниманием цензуры, ведь в ней затрагивались самые различные темы, такие как политика, секс, религия, наркотики. Сегодня я приведу рейтинг пяти запрещенных книг. Общность, одинаковость, стабильность. Пятое место. Олдес Хаксли. О дивный новый мир. Пожалуй, одна из моих любимых книг жанра антиутопий, которые не оставят равнодушным ни одного читателя, вопросы в голове будут возникать снова и снова. Содержание. Действия романа разворачиваются в Лондоне, далекого будущего, 26 веке христианской эры, а именно в 2541 году люди на всей земле живут в едином государстве, общество которого – общество потребления. Ведется новое летоисчисление эра Т с появлением машины Форда модели Т. Потребление возведено в культ, символом потребительского бога выступает Генри Форд. Согласно сюжету, люди не рождаются традиционным путем, а выращиваются в бутылях, на специальных заводах, инкубаторах. На стадии развития эмбриона они разделяются на 5к, с разделяющих умственные и физические способности. Большинство психологических проблем люди решают с помощью безвредного наркотика – сомы. Также люди часто изъясняются рекламными слоганами и гипнопедическими установками, например, «Сомы грамм» и «Нету драм», «Лучше новые купить, чем старые чинить», «Чистота – залог благофорде» и так далее. Института брака в описанном романе общества не существует, и более того, само наличие постоянного полового партнера считается неприличным, а слова «отец» и «мать» считаются грубыми ругательствами. Причем, если к слову «отец» примешан оттенок юмора и снисходительности, то «мать» связанная с искусственным выращиванием в колбах – едва ли не самое грязное ругательство. Действие главных персонажей разворачивается с появлением человека, который не рос в этой системе и был рожден обычным путем. Он делится своим впечатлением, своими страхами и пытается сначала понять, а потом поменять систему – удалось ему это или нет, вы можете прочитать сами. Интересный факт. Автор книги и сам сюжет книги переплетаются с теми, о ком мы поговорим ниже. Сама книга была запрещена в Ирландии и США. Жанр – роман-антиутопия. Нет никакой гарантии, что силы, с которыми вы столкнетесь там, в ином мире, будут силами света, а не силами зла. Четвертое место. Джей Стивенс – штурмуя небеса. Подлинная история ЛСД от рассвета до запрета. Тема полезности или неполезности наркотиков уже давно закрыта, однако мало кто пытается понять почему. Например, такие наркотические средства, как героин, мискалин, марихуана, экстази, опиум, не считались наркотиками. В книге автор пытается разобраться с научной точки зрения, почему ЛСД, использовавшийся когда-то, стал запрещен, и насколько он опасен. Содержание. ЛСД – одно из самых загадочных веществ, с которым в настоящий момент пришлось столкнуться человечеству. Опасный наркотик или витамин для души? Социальный яд или способ приблизить человеческую душу к божественному? Генератор безумия или катализатор прозрения? Точный ответ на этот вопрос не найден до сих пор, поскольку вести научные исследования в этом направлении отныне имеют право только секретные лаборатории. В книге Джея Стивенса беспристрастно и подробно рассматривается история ЛСД, от его открытия и до того момента, когда загадочное соединение было объявлено вне закона. Интересный факт. Книга рассказывает об Олдусе Хатсли, его романе «О дивный новый мир», в котором, по мнению автора, Сома – это ЛСД. Штурму и небеса была запрещена в России и в некоторых других странах. Жанр – научное исследование публицистика. Все животные равны, но одни равнее других. Третье место. Джордж Оруэлл «Скотный двор». Книга, как в принципе и большинство произведений Оруэлла, как нельзя лучше отображает политику и взаимоотношения людей в этой самой политической системе. Подобные произведения оказываются вне времени и еще долго не утрачивают свою актуальность, трезвость и взгляд на социальный уклад общества. Читая эту книгу, очень быстро можно нащупать аналогии на сегодняшние внутриполитические поведения и действия, но в то же время автор оставляет место и для размышлений о том, как бы сам читатель мог изменить эту ситуацию, оказавшись на месте героев. В повести Оруэлл показал перерождение революционных принципов и программ, то есть постепенный переход с идеей всеобщего равенства и построения утопии к диктатуре и тоталитаризму. Скотный двор, притча, аллегория на революцию 1917 года и последующие события в России. Содержание. Сюжет разворачивается на ферме, где животные скотного двора, уставшие о тирании людей, решаются на революцию, но со временем все приводит к тому, что они становятся такими же, как и их хозяева. Только теперь они угнетают своих же братьев. Интересный факт. По многим источникам говорится, что Джордж писал эту книгу для Советского Союза и когда она была выпущена в свет, он родил над тем, чтобы она как можно скорее была переведена на русский язык. Книга выпущена в 1945 году. Публикация откладывалась в Великобритании из-за критики коммунизма, изъята союзниками при оккупации Германии. Была запрещена в СССР. Жанр антиутопия, сатира. Война – это мир. Свобода – это рабство. Незнание – это сила. Большой брат следит за тобой. Второе место. Джордж Орелл, 1984. Именно благодаря этой книге Орелл получил всемирную известность. И именно за ее содержание она была запрещена в таких странах, как СССР и США. Высказывания из этого произведения до сих пор будоражат умы людей, а интернет – пестрит цитатами из книги. В 2015 году 1984 попал в топ-10 самых популярных и продаваемых книг России. Это произведение никого не оставит равнодушным. Содержание. Главный герой Уинстон Смит живет в Лондоне, работает в Министерстве правды и является членом внешней партии. Он не разделяет партийные лозунги и идеологию. В глубине души сильно сомневается в партии, окружающей действительности и вообще во всем том, в чем только можно сомневаться. Чтобы выпустить пар и не сделать безрассудный поступок, он введет дневник, что, кстати, запрещено, в котором старается излагать все свои сомнения. На людях же он старается притворяться приверженцем партийных идей. Однако он опасается, что девушка Джулия, работающая в том же Министерстве, шпионит за ним и хочет разоблачить его. В то же время он полагает, что высокооплачиваемый сотрудник из Министерства, член внутренней партии, некий О'Брэйн, также не разделяет мнение, партия является подпольным революционером. Сюжет раскручивается таким образом, что Смит начинает сходить с тропы партийных идей и начинает копать и добывать запрещенную информацию, приобретает запрещенные предметы, книгу, заводит себе девушку, мысли которой также противоречат идее партии, и они начинают жить не так, как их партийные товарищи. Через некоторое время их арестовывают в комнате, которую они снимали, в запрещенном для партии людей районе. А тот самый старик, что сдавал им комнату, оказался сотрудником полиции и мысли. В так называемом Министерстве любви Уинстона долго обрабатывают. Главным палачом, к удивлению Смита, оказывается тот самый О'Брэйн. Сначала Уинстон пытается бороться и не отрекаться от себя, однако от постоянных физических и психических мучений он постепенно отрекается от себя, от своих взглядов, надеясь отречься от них разумом, но не душой. Он отрекается от всего, кроме своей любви Джулии. Однако и эту любовь ломает О'Брэйн. Все переживания и мысли, настроение, описательная часть, система и душевного настроения, все это Орэл передает очень натурально. В конечном итоге, чтобы понять, что с ним сделал большой брат, нужно прочесть эту книгу. Интересный факт. Джордж Орэл и Олдес Хасли были хорошими друзьями и даже были членами одного из тайных обществ. Ходят слухи, что именно оттуда они черпали творчество. Прочитав эту книгу, читатель найдет не то, что данная система очень похожа на то, что происходит в мире сейчас, и переплетается с сюжетом в следующей книге нашего хит-парада. Становится понятно, почему эта книга была так долго под запретом. Произведение было запрещено в СССР, России, Украине, США и других странах мира. Жанр роман-антиутопия. Самая трудная вещь на свете это думать своей собственной головой. Вот, наверное, почему так мало людей этим занимаются. Первое место. Генри Форд. Международное еврейство. Книга произвела на меня, наверное, самое сильное впечатление из жанра антиутопии, хотя ее сложно назвать таковой. Она заставляет читателя мыслить, анализировать и искать ответы, но в то же время дает подсказки того, что скрывает за собой за кулисы политики, СМИ и больших трансатлантических компаний. Генри Форд. Американский промышленник, владелец заводов по производству автомобилей по всему миру, изобретатель, писатель, автор 161 патентов США. Все знают машины Форд, а также его знаменитую книгу «Моя жизнь, мои достижения». Однако мало кто знает, что он является автором столь альтернативной литературы, как международное еврейство. Первая книга издалась аж в 1920 году, была опубликована полумиллионным тиражом в США и впоследствии переведена на 16 языков, включая русский. Содержание. Содержание книги следующее. В предисловии книги автор декларирует исследование еврейского вопроса, в котором, по его мнению, угрожает существованию американцам и другим народам в целом. Автор считает, что еврейство представляет собой единую систему отношений между людьми, еврейской расой, стремящейся к мировому господству. По его мнению, исторически сложившаяся склонность евреев к торговле и финансовым операциям, умение добиваться поставленных целей и взаимная поддержка на всемирном уровне приводит к тому, что многочисленная еврейская прослойка, так называемая элита, любой стороны держит в руках рычаги управления, в первую очередь в сфере экономики, культуры и СМИ. Далее в книге утверждается, что еврейская элита в любой стране добивается разрушения ее государственности, чтобы получить власть в свои руки. Согласно автору, они являются носителями коммунистической идеологии. Автор считает еврейство национальной силой, контролирующей местные правительства. По мнению автора, бесспорным фактом является безграничное могущество евреев при их относительной малочисленности. В свое время Форд получил даже поддержку своих интересов от изобретателя Томаса Эдисона, а 7 июля 1927 года Форд отправил письмо в прессу, в которой приносил извинения евреям за причиненное им зло. Впоследствии в годы Второй мировой войны его произведение часто использовала нацистская Германия в своей пропаганде. Интересный факт Генри Форд упоминается в книге Олдоса Хаксли «Одивный новый мир», где превозносится в божество. Хотя сам Форд и писал про господство еврейских элит, все же он состоял по слухам. В тайных обществах таких же, как Хаксли и Орел, возможно, это послужило для Олдоса таким восторгом и внесением Генри Форда в саму книгу как божество. Запрещена в России и многих других странах жанр публицистика. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и пишите в комментариях, какие книги произвели на вас самое сильное впечатление.